Мисс Достояния Нации в Хабаровске уже в пятый раз выбирали самую красивую, обаятельную, хозяйственную девушку, которая представляет одну из национальных общин. Честь своего народа отстаивали представительницы бурятского, якутского, армянского, еврейского и молдаванского объединений. Татьяна Репина узнала секреты народной кухни и красоты. Под русскую народную гости собираются у богатого стола. В национальном меню домашние соленья и фирменное блюдо – котлеты из дальневосточной щуки. Щука везде во всей России водится, но таких котлет, как у нас, вы нигде не откушаете. Фирменные блюда представили все национальные команды – армяне, евреи, украинцы, буряты. Кулинарный талант каждый из участниц оценивает жюри. Например, Айсулу Нурланова не спала всю ночь. Всей семьей по кыргызской традиции пекли лепешки в тандыре, готовили фирменный чак-чак и главное блюдо – суп ошлямфу. Это единственное блюдо, которое собирается в нашей семье за одним столиком. Хоть он легко готовится, но не все его могут приготовить. Туда входит лапша, ручная работа, крахмал из кукуруза и соус. Есть острое масло и подлива. Мы вместе с мамой готовили, я бы одна не осилила это все. Краевой конкурс «Мисс Достояние нации» проходит пятый год. В нем участвуют девушки от 18 до 30 лет. Рассказать о своем народе со сцены в этом году решились 8 конкурсанток. К нам были представлены режиссеры с Института культуры. Они нам помогали. Готовились мы на протяжении всего месяца. Изначально составляли такие скелеты номеров. Потом это все складывали, готовили. И в итоге получился большой концерт. Три лебедя вдруг скинули свои крылышки и обернулись тремя прекрасными девушками. В конкурсе 7 номинаций. Для Ляли Тетиной национальный конкурс стал личным вызовом. За месяц пришлось научиться игре на варгане. Мы его называем хамусом. Могу продемонстрировать, как он звучит. Уйти из зоны комфорта. Нужно же как-то жизнь прожить, рассказать. Может быть, что я буду сидеть. Нужно же где-то участвовать, быть активным. Победила в конкурсе студентка Хабаровского института культуры и армянка Офелия Товмасян. Рядом с нами живет очень много наций, очень много народностей. И важно знать культуру, их традиции. Мы все разные, но мы все проживаем на одной планете. Поэтому нам важно знать культуру других народностей. Кроме главного титула были и утешительные. В завершении конкурса со сцены сошли мисс национальный костюм, мисс обаяние и мисс дружба. Татьяна Репина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».